Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, мне хотелось бы, собственно говоря, сказать, для чего я задал этот вопрос. Не просто из праздного интереса предыдущему докладчику, а для того, чтобы подчеркнуть актуальность проведения комбинированного лечения немелкоклеточного рака лёгкого. В частности, мы хотим представить вам свои результаты касаемость использования локальной гипертермии. И в качестве пролога для нашего доклада мы приводим изречение Гиппократа, которое прозвучало задолго до нашей эры. Звучит оно «Если не можешь излечить болезнь лекарством, прибегни к операции. Если болезнь неоперабельна, примени тепло. Если это не помогло, исцелить больного невозможно». Мы уверены, что в настоящее время, с учетом наших новых знаний, этот постулат заиграл новыми красками. Я постараюсь, так сказать, вам об этом более предметно рассказать. То, что мы с вами прекрасно знаем, единственное с поправкой на результаты, опубликованные касаемо исследований уже 2015 года. Среди мужского населения рак легкого занимает лидирующую позицию в структуре онкологической заболеваемости, составляя 17,8%. На восьмом месте находясь в структуре заболеваемости женского населения. Однако в структуре смертности от злокачественных новообразований в России, в частности, также у мужского населения на первом месте, а вот у женского поднимается уже на четвертое, что говорит о чрезвычайной злободневности этой проблемы, в том числе и для женского населения. А вот та таблица, на которую мне хотелось бы в большей степени привлечь ваше внимание, эти цифры тоже сегодня уже звучали, но что интересное... Итак, я прошу прощения, указочка. Пожалуйста, обратите внимание, что касаемо контингента второй и третьей стадии 16-30%, это именно та категория пациентов, на которых направлено наше, так сказать, внимание, касаемо комбинированного воздействия, имея в виду сочетание радикального оперативного вмешательства с ИИ или химия и лучевой терапией. То есть, по сути дела, всего 45-46% – это та категория пациентов, которыми мы в состоянии проводить подобную терапию. И вот еще один срезвычайно интересный слайд касаемо морфологического подтверждения диагноза. Пожалуйста, посмотрите, касаемо трахеи и бронхов. Порядка 74% на 2015 год. Это говорит о том, что, по крайней мере, у трех четвертей всего лишь мы имеем возможность проводить неодевантную химио-лучевую терапию. То есть, эта категория пациентов в значительной степени сужается. Собственно говоря, для чего я привожу эти слайды. Единственным радикальным методом по-прежнему остается при наличии резиктабельных форм это хирургический, приместно распространенных в комбинации с лучевой или лекарственной противоопухолевой терапией. Однако, нужно честно признать, что традиционные методики лучевого воздействия в настоящее время не позволяют добиться полной эрадикации опухоли. И, согласно современным представлениям, перспективным является использование нестандартных режимов фракционирования, как то гипофракционирование, гипердинамическое фракционирование, а также, что в большей степени нас интересовало, это управление тканевой радиочувствительностью путем использования различного рода радиомодификаторов. Среди них наиболее значимым является гипертермия. Буквально два слова, отвлекаясь от темы, скажу, что в нашем институте достаточно давно и долго проводится изучение различных радиомодификаторов, но сейчас мы хотим представить вам наши результаты, касаемые использования локальной гипертермии. А в частности, достаточно давно и долго дискутируются преимущества и недостатки предоперационного воздействия и послеоперационного воздействия, что бы хотелось в большей степени выпить в данной ситуации. Преимущества предоперационной химиолочевой терапии. Прежде всего, конечно, это возможность уменьшения объема первичной опухоли. Именно это дает возможность выполнять органосохранные операции или переводить местно распространенные процессы в операбельное состояние. Второй, чрезвычайно важный момент. Это определение чувствительности конкретной первичной опухоли к проводимой химиолочевой терапии ин вива, что в последующем позволяет адекватно планировать последующую химиолочевую терапию. И, соответственно, этому улучшение результатов лечения, четко подтвержденные при достижении, в том числе и случаев полной морфологической регрессии, а такие случаи тоже встречаются, в том числе и в нашем исследовании. А в настоящее время одним из краеугольных камней, на которые мы хотим обратить внимание, является то, что бдительно показано, что тримодальное лечение у больных третьей стадии достоверно улучшает пятилетнюю выживание, более чем в два раза относительно только хирургического лечения. При этом химиолочевая терапия на предоперационном этапе показала большую эффективность в сравнении с адювантным лечением. Но нужно честно признать, что, конечно, есть сведения как в ту, так и в другую сторону, касаемых преимуществ и недостатков предоперационного и послеоперационного воздействия. А что касается непосредственно использования локальной гипертермии, на чем мы основывались? Молекулярные и клеточные эффекты гипертермии в настоящее время достаточно хорошо изучены. Клеточные изменения – это, прежде всего, снижение репликации и репарации ДНК и ингибирование механизмов неоангиогенеза, а также усиление апоптоза. Касаемые изменения тканевой физиологии – это, прежде всего, усиление сосудистой проницаемости, угнетение тканевого дыхания и стимуляция иммунной системы за счет увеличения активности натуральных киллеров. Низкий кровоток в опухоли, я подчеркиваю, при электромагнитной гипертермии, а это чрезвычайно важно, поскольку способов достижения гипертермии, в том числе и локальные, достаточное множество. Мы используем электромагнитное излучение, которое способствует повышению температуры в опухоли, соответственно, тромбированию сосудов, низкому падению кровотока, снижению содержания кислорода и снижению pH в кислую сторону. Все это приводит к развитию ацидоза и, в конечном итоге, к гибели опухолевой клетки. Пожалуйста, посмотрите на этих электронных микрофото, достаточно четко отличаются сосуды нормальной ткани и опухолевой. Существует достаточное количество публикаций касаемо сочетания использования локальной гипертермии в комбинации с лучевой терапией, соответственно, к фазах клеточного цикла. Гипоксические клетки с низким уровнем паз, находящихся в S-фазе, являются относительно радиозизистентными, но при проведении гипертермии становится чувствовать, собственно говоря, именно на этом эффекте и основан эффект радиусной цивилизации, позволяющий достичь большего эффекта от проведения лучевой терапии. Существует в литературе достаточно данных о эффективности использованной химиотерапии в комбинации с гипертермией. В частности, существует достаточно публикаций, где указывается, что повышается клеточная проницаемость опухолевых клеток, увеличивается размер пор в эндотеле и, соответственно, улучшается доставка химиопрепаратов к опухоли. Локальная гипертермия назначается один раз в два-три дня, что связано, в принципе, с развитием эффекта терморезистентности вследствие выработки белков теплового шока. Таким образом, в течение лечения количество процедур составляет от 5 до 12, и в среднем это 8-10 сеансов. Вот клиническое применение гипертермии при различных локализациях опухоли в сочетании с лучевой терапией. И видите, что касаемо легкого, практически на 97% эффективность использования этого лечения по отношению к только лучевой терапии. И, соответственно, одногодичная выживаемость увеличилась в этих исследованиях практически двоекратно. Целью нашего исследования явилось проведение клинической апробации и оценка непосредственной эффективности применения комбинированного лечения с локальной гипертермией в условиях химио-лучевой терапии. Что послужило материалом? Скажу сразу, что в настоящее время на различных этапах комбинированного лечения находится достаточно большое количество больных. Мы представляем материал только тех 20 пациентах, у которых лечение, соответственно, завершено и прослежен двухлетний период. То есть это не расчетная двухлетняя выживаемость, а полученная в результате динамического наблюдения. Соответственно, мужчины и женщины. И, главное, третья стадия, достаточно разнородная категория. Но, пожалуйста, обратите внимание, что существуют пациенты при наличии Т4Н0 и М0, в то же время пациенты Т3-4 при наличии Н2М0. Естественно, в зависимости от каждой группы результаты эти будут в большей степени не обобщены, а разобщены для получения более адекватного и эффективного результата. Морфологический вариант традиционно представлен аденокарциномой, крупноклеточным и плоскоклеточным раком. Вот, собственно говоря, способ лечения. Каким образом проходит предоперационная химио-лучевая терапия? Дистанционная лучевая терапия в режиме классического фракционирования до суммарной очаговой дозы 56-60 грей. Химиотерапия по схеме поклитокселл 175 мг на метр квадратный и карбоплотин рассчитывается по АУК-6 один раз в три недели. И, соответственно, сеансы гипертермии проводятся дважды в неделю в течение 45-60 минут с 1 по 33 день лечения. Дозиметрическая планирование осуществляется при помощи планирующей системы КСИУ. Соответственно, в поле облучения попадает первичный очаг и зона регионарного метастазирования. Сама локальная гипертермия приводится при помощи аппарата Цельсиус. Это немецкая разработка. Достаточно часто на разного рода конференциях и конгрессах может быть предупреждать чей-то вопрос. Я скажу о том, что вопрос задают, насколько эффективно вам удается контролировать температуру в очаге. Я скажу, что температура в очаге контролируется достаточно эффективно и находится в пределах 42-43 градуса. Сама по себе схема проведения сеансов гипертермии, долго не привлекая ваше внимание, скажу лишь, что происходит с увеличением времени, продолжительности сеанса и мощности электромагнитного излучения. Схема достаточно хорошо отработана. Нежелательные явления химиотерапии достаточно традиционны были для схемы химиотерапии, которую мы использовали в данной ситуации. Превалировала так или иначе артралгия, миалгия и аллопеция. Естественно, зная профиль токсичности этой схемы химиотерапии, мы достаточно хорошо были к ней готовы, ими используя примедикацию и соответствующую терапию, которая была направлена на уменьшение степени выживания нежелательных явлений. Касаемо лучевых реакций, вот здесь интересным моментом является тот факт, что на суммарно-отчеговой дозе 40-грей мы, естественно, оценивали ситуацию в зависимости от выраженности симптоматики со стороны первичной опухоли и показателей общего состояния здоровья. В зависимости от этого, либо продолжали, либо искали другие варианты продолжения комбинированного лечения. Но, собственно говоря, достаточно традиционные вещи. Единственное, что нас немножечко смутило, это аритмия при левостороннем расположении опухоль. Достаточно большое было поле облучения. Соответственно, выраженная сопутствующая патология, все это привело к развитию аритмии, но обошлись без водителя ритма, используя только антиаритмическую терапию. Эффективность предоперационной термохимиолучевой терапии, вот, собственно говоря, то, на что были направлены наши усилия. Суммарно полная частичная регрессия составила 85%, что чрезвычайно актуально. Было отмечено два случая полной регрессии, когда последующее морфологическое исследование удаленного препарата не обнаружило наличие опухоли, а была выраженная патоморфологическая регрессия, то есть патоморфоз химолучевой четвертой степени. Но нужно сразу сказать, что мы с вами достаточно хорошо знаем, что нет прямой зависимости между эффективностью неодевантной терапии и последующей выживаемостью. Что касается интро- и послеоперационного периода, конечно, с учетом большой дозы полученной, с учетом химиотерапии, мы вправе были ожидать определенных сложностей в процессе течения интро- и послеоперационного периода. Но нужно сказать, что интрооперационно мы особых нюансов не отметили, за исключением тех, на которые, условно говоря, не принято обращать внимание. Почему? Потому что, собственно говоря, мы оперировали после стихания острых лучевых реакций, но еще не достигли выраженного фиброзных изменений в средостении. Именно это нам позволяло достаточно адекватно манипулировать, естественно, на структурах корня легкого. Среди послеоперационных осложнений все-таки была, конечно, пневмония оставшейся доли легкого на фоне хронической обструктивной болезни. Но что касается нагноения послеоперационной раны, тут, собственно говоря, кроме констатации особо и добавить нечего. Клинический пример. То, о чем я говорил, что больная АК 63-х лет, третья стадия, Т3Н1М0, умение дифференцированной адренкоциномы. Изначально центральный рак, соответственно, по достижении 40 ГРЭЙ, мы отметили все-таки незначительную положительную динамику, а вот когда уже достигли 60 ГРЭЙ, тогда было отмечено, что является достаточно эффективным уменьшением ополевого процесса на дозе 60 ГРЭЙ после проведенной химио-лучевой терапии. Вот этот пример интересен тем, что центральный рак, третья стадия главного бронха, пожалуйста, обратите внимание, что на левом практически серьезная обтурация левого главного бронха, и тот же самый срез по завершению химио-лучевой терапии, когда просвет левого главного бронха в значительной степени увеличился. Соответственно, это позволило оккупировать явление дыхательной недостаточности, а в последующем и провести радикально оперативное вмешательство. Вот интересен этот снимок, то есть, конечно, насколько выраженность по случевых реакций по прошествии определенного времени через 6-12 месяцев вкупе с оценкой эффективности проведенного лечения и качества жизни, то вот что интересно было бы отметить, что по прошествии 6 месяцев сохраняется еще некоторое уплотнение инфильтрации в клетчатке средостения, как раз в зоне облучения, а вот по прошествии года эти явления практически купируются и, собственно говоря, восстанавливается исходное состояние средостения. Общая выживаемость, да, одногодичная 85 и 75, я умышленно не привожу здесь данные контрольной группы, потому что, откровенно говоря, мы все прекрасно представляем, что рядом можно поставить множество контрольных групп, и каждый из них может иметь право на существование, но все, кто занимаются этой проблемой, прекрасно представляют, что для этой категории пациентов это достаточно высокие показатели выживаемости. Таким образом, вы знаете, что в настоящее время все мы, сотрудники научно-исследовательских учреждений, формируем новые медицинские технологии, и мы хотели бы сказать о том, что в настоящее время, как показали наши исследования, использование этой новой медицинской технологии позволяет достичь нового технического результата, а именно улучшить показатели двухлетней общей выживаемости больных этой категории пациентов. Ну и в качестве завершения мне хотелось бы привести вот эту фразу. Я благодарю всех за внимание. Спасибо. Мы немножко вышли из графика, но тем не менее, пожалуйста, один-два вопроса. Да, Олег Валентинович. Значит, Олег Валентинович, совершенно правомочный вопрос. Я начну со второго вопроса. Будем откровенны. Мы не раз сталкивались с тем, что проводя комбинированное лечение, мы не хотели... Ну, в данном докладе, по крайней мере, скажу так, я не хотел бы вычленять вклад того или иного, так сказать, компонента комбинированного лечения. Это первое. Конечно, у нас есть контрольная группа, которая без гипертермии. Мы ее будем анализировать, эти данные будем представлять. Второе, что касаемо объема операции, да, превалировала лобэктомия, но в то же время у нас были и комбинированные резекции, и расширенные резекции, и, соответственно, 11 лобэктомий, соответственно, 9 пневмон. Понятно, что выполнение пневмонэктомии говорит об изначально большей распространенности процесса. Это все понятно. Спасибо. Еще вопрос. Можно один вопрос еще, Алексей Семенович? Скажите, пожалуйста, вот, может быть, я прослушал, какой длиной волны излучение, которое инициирует повышение температуры? Что за электромагнитное излучение это, которое не повреждает, а именно повышает температуру? О каком излучении идет речь? Какое электромагнитное? Ну, рентгеновское, там, гамма-излучение. Что за излучение? Нет, это не рентгеновское и не гамма. Если это не тайна государственного масштаба, вы должны были показать длину волны, физический параметр. Ну, давайте тогда скажу так. Не хочу сейчас вас обманывать и вводить в заблуждение. Это для меня будет поводом более, что называется, выникнуть вот в эту ситуацию. Это стандартный аппарат, который, так сказать, стандартизированный, касаемый... Я для себя это уточню. Спасибо. Итак, да, пожалуйста, последний вопрос. Предварительные исследования, в частности, Томпсона, опубликованы индукционной химио-лучевой терапией. Это 25 институтов в Германии, которые работали над этой проблемой. И они отметили необычайное большое количество несостоятельности и летальности при МПМ и плевре. Вот дополнительная профилактика несостоятельности швов в культе бронха производилась сливами или нет. Значит, отвечая на ваш вопрос, я тогда начну немножко буквально из предыстории. В свое время... Если можно, пожалуйста... Да, это прямо на вопрос. Я скажу сейчас так, что сейчас проблема несостоятельности культи бронха практически не существует. Вы это знаете прекрасно. Мы дополнительных методов профилактики не проводили. Спасибо. Все. Коллеги, тогда разрешите, мы сделаем очень небольшой перерыв, порядка 15-20 минут, и продолжим нашу работу здесь же в этом зале. Спасибо. Спасибо.